После четвертого класса Бесимбай Кеникеев ушел на работу. Продолжить образование, говорит мужчина, не дали обстоятельства. Больная мать, малолетний брат и брат-инвалид. Маленький Бесимбай понес ответственность за всех. И в свои 83 отчетливо помнит начало большого пути. В то время, вот, сенокос как раз издали, после того сенокос. А сено надо возить волокушами в то время. Быка запрягали, пары на быках. Я садился вверхом, водить. Потом четыре женщины грузят на волокушку и на скридоку кучу, там другие уже. После того, как сенокос кончился, он стал пастухом. Во время работы впервые увидел механизаторов, которые обкатывали тракторы. Так и проснулась любовь к земле. В 1958 году он прошел курсы механизатора. И 50 лет своей жизни посвятил работе в поле. Без кабины, комбайн был. СК-4. Вот, мы допоздна работали. В то время интересно. Когда косили пшеницу, вот, хорошо идет. Десятиметровка. А как ночь, поздно-допоздна. От мотовила ветер. Дует ногу. За годы работы Бесимбай Рахимович сменил несколько видов техники. СК-4, Нива, К-700. А за долгий и отверженный труд не единожды был награжден. Среди его наград – орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, звание заслуженного механизатора страны. И это лишь малая часть. Несмотря на то, что он уже давно на пенсии, награды продолжают находить своего адресата. Сейчас механизатор номинирован на звание почетного гражданина Бурлинского района. И решение о присвоении должно быть принято уже в ближайшее время. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.